всем здорово народ добро пожаловать на новую серию моего влога по краснодарской житухе эта серия будет про то как мы делаем ремонту в новой квартире точнее в съемной квартире точно такой же который мы сейчас живем просто поднялись на несколько этажей выше произошло это потому что владельцы прошлой квартиры решили ее продать а мы переходим в другую квартиру и здесь немножко так себе ремонтик сейчас я все конечно подробно покажу вот решил что-то заснять давно не снимал ничего на влог расскажу покажу что мы делаем по ремонту по самому бюджетному простому пути пошли потому что квартира не наша поскольку тут нам жить неизвестно в той квартире мы прожили где-то года ну я пришел год-два родители три года вот тоже делали такой косметический ремонт много денег во времени вбухали много сил и сейчас съезжаем и как-то немножко даже обильно получается так собственно показываю масштаб проблем их тут достаточно начнем наверное с прихожей вот мы заходим вот главное дверь так скажем дверь туалет уже нюанс открывается она в эту сторону а не в ту как у нас в другой квартире здесь лежит везде линолеум вот такими вот кусками так вот уже везде отходит здесь какой-то непонятный кусок здесь кусок здесь еще какая-то не знаю есть пробитие непонятное кстати скажу наперед она везде во всех комнатах есть местами поэтому здесь будет кидаться цельный кусок линолеума хотели даже думали порой о ламинате но это очень дорого для съемной квартиры это уже как бы ну сверх предела я считаю здесь также присутствуют такие вот скажем пороги межкомнатные у нас в той квартире их нету также есть двери на кухню у нас там здесь дверь но здесь как видите ничего нету но я в подъезде нашел двери то есть на этаже там за мусорным этим путепроводом лежали двери так скорее всего они вот отсюда и есть почему их убрали непонятно вот их будем ставить на место придется заказать конечно дверные вот эти вот проемы делать самому так дальше по освещению у нас включается свет так и он включается соответственно в туалете ну ладно туалет у нас здесь вот это вот пластиковые панели дурацкие но в принципе здесь я думаю только углы пройду с каким-нибудь герметиком потому что они немножко отходят чтобы ну всякая пакость не лезла вони здесь нету здесь вот вентиляция также ну вот здесь все вот эти вот краны находятся плитка также здесь сделаю затру все и вот это поберем наверное чтобы было по посимпатичнее вот да кстати вот косяк то что свет включается в туалете и в коридоре одна лампочка две лампочки включаются уже вот здесь вот но это я за параллелью то есть отключу от туалета эту лампочку от это лампочки просто питаю эту и все и вот думаю тип-топ дальше комната сестры здесь тоже вот такая вот картина линолеум как бы цельный кусок брошен сюда и какие-то кусочки непонятные здесь ламинат в свое время видимо был заказан не по размеру либо так стянулся вот так вот он не доходит до плинтуса с той стороны он под плинтусом с этой стороны не доходит также и здесь он как бы частично уже торчит здесь непонятные куски и вот такие вот пробоины каждой комнате то есть виду вроде и ничего вот такие вот маленькие какие-то непонятные штучки присутствуют но под линолеум это полная шляпа также не знаю буду наверное здесь новый стилей линолеум будут краситься стены потому что как видите все обои разные все они выслушиваются каким-то говне непонятным во столько лет то есть такие вот сильные пятна присутствуют розетки тоже будут местами переставляться вот но зато натяжные потолки кстати тоже большой косяк вот везде висят вот такие лампочки в комнатах то есть на кухне в зале у меня в комнате везде натяжные потолки и вот висят такие вот лампочки некрасивые хороший стоит стеклопакет лучше чем у нас внизу то есть он не обклеен ничего все сухо здесь более-менее вроде ничего не поддувает также это будет пилиться тут обои и ничего не отходят значит все хорошо такому я в континге немножко покажу вот такая комната будем да говорю красить менять пол и какую-то лампочку нормальную повешенную по крайней мере по нормальному ее закреплю и поставлю мощным чтобы ее хватало здесь также много кусков вот такие же пробоины вот прошлый съемщик мы заставили заделать стерно не доделал тут забыл пробоина тут еще короче местами также надо будет здесь красить стены потому что переклеивать это не вариант хотя при свете дня ничего более-менее но вечером когда горит одна вот тут желтая лампочка цветка будто знаете кого-то зашел в какой-то цыганский дом не знаю табор какое-то где все вот эти вот из планеток старых обоев все застана прокурено все в каких-то желтых пятнах как будто их красили мочой очень некрасиво очень страшно под подоконником вот что говорил то есть небольшие видимо продувы но я это дело тоже запеню снизу здесь уже тоже дела обстоят лучше напоминаю у меня в комнате просто люто все заклеено потому что сами по себе стеклопакеты самые дешевые некачественные уже как бы ну были криво установлены и все это дело сифонит вот такой балкончик у меня абсолютно все то же самое только балкон стал в два раза короче вот то есть он доходит у меня до угла а теперь будут заходить до середины вот сюда я буду кидать сейчас в планах вот этот ламинат кусок которому есть кину сюда вырежу его цены сейчас отсюда понятное дело вымету повешу свои кронштейны сюда перенесу такую небольшую полочку чтобы можно было случилось засунуть коробки какие-нибудь чтобы это все дело не мокло дождя вот но балкон меньше я думаю он должен будет соответственно меньше мокнуть потому что как бы хоть там и точно так же все до конца сделано что соседи сверху что у меня но как-то его и не заливает но в то же время как-то ну все равно хочется чтобы меньше как-то попадало каких-то осадков пыли грязи но думал всяко будет лучше наговорил я уже на минут наверное восемь здесь тоже самое с телем новый линолеум красим стены в розовый здесь обои вроде бы ничего так но вот присутствуют всякие такие красивые пятна тут пятно тут пятно вон там все грустно печально также есть пробоины очень сильно пробоина здесь вроде так и не видно вот вот это все будем сейчас заливаться самовыравниваем пол ну самовыравнивающимся полом зато есть везде вот эти штучки у меня в комнате поскольку стена кривая ну купим другие которые тоже наискосок можно клеить а может с моей квартиры старой снимем посмотрим также большой плюс тот такой же балкон но уже он продлен вот до сюда то есть у нас уже идет кухня вот прибавляется вот такого пространства сюда тоже сейчас я буду может не на сегодня успею не успею постели линолеум обязательно и сюда самый главный косяк придется делать какой-то козырек потому что у соседей сверху видите тоже все козырьки присутствуют какая-то непонятная труба видимо слив с балкона и вот это все капает прямо вот сюда и если я посею линолеум вот здесь будет постоянная сырость а слива у нас по-моему а вот он вот вот этот слив но я думаю ничего страшного просто продлим у них трубу здесь я сделаю козырек и замуж просто козыреком одним всем дело обойдется сюда трубы какие-нибудь либо профилины какие-нибудь сделаю и козырек на призрюль короче потолку и на дюбля посажу все нормально думаю будет небольших козырячек потому что здесь хотим поставить столик со стучками и чтобы было аккуратно здесь также будет у нас стеллаж стоять и здесь всякая ну барахлишко здесь кстати вот это вот перилина не знаю как правильно назвать она пониже чем у нас в квартире снизу они там где-то ну сколько на сантиметров 20 наверно выше и не у нас постеленные вот эти вот поддоны и на них кинут этого остатки мебели вот эти вот доски чтобы было повыше ходить и вот чтобы можно было смотреть то что родители небольшого роста то я был дохожу тут но тут уже получше обстоят дела но самый трэш это конечно с кухней вот эти обои с ними вообще непонятно что делать они такого убогого цвета они очень темные мало того что балкон сейчас у нас скрадывает свет так еще и обои темные у нас внизу квартире обои то есть ну и обоев нет стены покрашены в белый вот и ну вот это очень сильно угнетает мы не знаем пока что с этим делать пол здесь также вот местами где-то мы видимо пробит был вот какой-то косяк тоже линолеум с косяками положен ну как и везде а то ванная это просто отдельная история это просто я не знаю кто догадался натягивать потолок и поставить вот эти вот плиты здесь мало то что заходишь ванища непонятная такая откуда в панели мы будем уже договорились снимать убирать полностью ванна видимо останется также здесь затирать я буду плитку потому что плитка не затерта вообще не знаю как так можно было сделать уже вот эта вот плитка по моему да вот она уже отваливается здесь на потолок стянул вот и вот плиты то есть они уже отходят ну вот как то будем делать у нас в другой квартире здесь находится ванная здесь раковина здесь стиралка и сверху бойлер здесь корзина для белья все очень удобно сделано но здесь немножко иначе но думаю привыкнем сделаем чем придумаем извините что конечно так много ну заболтал рассказал о квартире но может вот это будет интересно если нет то просто думаю ключи перемотают и уже будут смотреться на процесс ремонта я не буду показывать все прям в каких-то мелочах в деталях потому что да я проработал хоть сколько-то времени год на ремонтах я уже более-менее знаю что да как и и как бы ну не считаю себя про мега специалистом и учиться на моем примере наверное не стоит ну как бы так для себя что-то типа подчеркнуть я думаю можно будет и так промежуточный этап вот снял все плентуса убрал отсюда весь линолеум видим что пол не только в таком себе состоянии вот все вот это надо будет проливать самовыравнивающиеся стяжкой вот тут же какой-то удар был непонятный так она еще про он рассыпается в общем да это все надо пометать на заливать грунтовкой и заливать самовыравнивающийся пол и потом опять это сидела занимать трубле заделать линолеумом вот пока на балконе вот так постелил аккуратненько кусочек думаю из целых клинтусов какой-то там длинный кинуть на эту сторону почти до конца ну чтобы туда ничего не западало и так настал следующий день за вчера я конечно не успел сделать все что хотел сегодня мы еще с родителями съездили в магазин в люрашечку закупились кое-каким материалом сейчас вам покажу вчера я все кстати до перетаскал все отмыл но полочку на балконе я так и не доделал потому что она совершенно не подходит там имею ввиду вот моя полочка и она не подходит по углу раз то что немножко у нее другой угол и вырез тоже не подходит потому что штукенца она находится дальше а то балконе на где-то здесь и изгиб балкона не такой резкий также сегодня вот закупились валиками вчера отец купил сегодня купили такого валик который именно нужно для стен то есть с высоким ворсом чтобы перекрасить ну перекрыть все вот эти вот обои страшные фокусируйся венчик под шурик и дрель ну вот с таким вот конечником купили смеситель вот такого вот красавца ну пока распаковывать не буду потому что я вчера все мыл этот который сейчас установлен он весь уже расшатанный и течет малярную ленту замки в двери вот такие самые обычные по моему 400 рублей они стоят также отец купил смесь чтобы сейчас я заливал вот это все дело удлинитель купили краску намешанную 200 рублей вышел а колеровка 3 130 ну и плюсом колеровка еще 200 рублей то вот 3 300 а также отец купил вот такую вот грунтовку глубокого глубокого проникновения 5 литров наверное ее не хватит ее придется еще одну на 5 литров как минимум бодяжить водой наполовину конечно полный концентратом я пролью сильные вот эти вот все вот полости чтобы их стянуло но те вот которые тут допустим всякие послабже уже я буду с водой бодяжить так или иначе все равно надо полностью проливать все скорее всего завтра заставлю чтобы он докупил потому что я хочу везде полы пролить прям чтобы было стопроцентно пыль из-под линолеума нигде ничего не летело кстати еще немножко планы поменялись но возможно будет укладываться ковролин такой с мелким ворсом тоже ну пока еще дело в раздумьях тут купили вот такие вот обои тут сейчас плохо видно они такие зеленоватые камера вообще не передают как будто они белые но они такого немножко фисташкового цвета но вот внутри а вот эти вот белые ворсинки они вот ну да белые все вот это добро нам сегодня вышло по-моему ровно в 10 тысяч рублей и так значит все я перетаскал на кухню потому что здесь пока что ничего особо трогаться не будет ну по крайней мере стены точно линолеум пока еще тоже ну под вопросом скорее всего тоже уберется а я вот так вот скрутил чтобы залить вот эту вот трещину поэтому сейчас также в родители какому-то будут скручивать линолеум убирать там трещину в общем сейчас задача у меня замешать раствор и везде залить где есть какие-то дефекты на полу вот так же включая вот этот коридор чтобы с полами было покончено ну по крайней мере ну с этими стяжками ну все можете поздравить нулевая точка почти что пройдена освободил я полностью коридор вот убрал плентуса убрал линолеум и здесь ждет такой как бы подарочек тоже такая небольшая яма которая в принципе ну не чувствовалась в обуви ее не было видно потому что тут вот такое вот здоровое пятно сырости наверное стоит этому не знаю дать просохнуть все на сегодня я закончил я устал вот такой вот фронт работ это я только прошел с водой вымел всю пыль мелкие камушки ненужные из этих всех щелей трещин в моей комнате вообще жопа в коридоре еще хуже здесь тоже все вымел вот просто казалось бы маленькая такая точечка а вымел и она прям чуть ли не на глубину всей стяжки получается заливала водой потому что чтобы не пылить то есть как видите кучи то нормальные у меня сформировались я пометал здесь это пятно вымел чтобы все высохло открылся в комнате окно чтобы это дело все по нормальному просохло считаю что видео затянулось конечно да получилось много болтовни сам процесс я не показываю только вот такие моменты когда что-то сделал показал потому что у меня ну нету времени возможности постоянно снимать ставить таймлапсы потому что у меня один телефон нет никакой камеры ладно не буду затягивать видео а следующее видео выйдет уже следом потому что я буду делать здесь ремонт каждый день потому что нам уже надо будет как можно быстрее сюда въехать поэтому обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующее видео подписывайтесь на мои все соц сети Заходите в мою группу ВКонтакте Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Также у меня есть Инстаграм Все ссылочки вы найдете В описании А я погнал Кушать И готовиться завтрашнему дню Так что всем до встречи и пока